Андрей Антипов, водитель со стажем. Каждое утро из Юнгородка через весь город он добирается до места работы. Считает, что аварийный ямочный ремонт делать необходимо, особенно сейчас, когда происходят перепады температур. Обязательно ямочный ремонт очень нужен, потому что сейчас дороги хорошие и мало внимания обращаешь на ямы. А когда они появляются, то происходят удары, пропускаешь мимо. Когда все ямки заделаны, ехать легко, приятно, хорошо. Вот так вот. В Самаре аварийный ямочный ремонт начали проводить 17 февраля. На весенний период в областном центре запланировано отремонтировать порядка 8 тысяч квадратных метров. С учетом складывающихся погодных условий, в настоящий момент выполнен ремонт на площади 271 квадратный метр. В прошлой неделе не показатель. У нас практически все время в течение недели попадали осадки в виде снега. При этом темпы ремонта были недостаточно высоки. Учитывая, что по прогнозу у нас ожидается спокойная погода, когда не будет осадков, планируем темп ремонта увеличить. Работы идут круглосуточно. Днем подрядчики готовят ямы к заливке, обрубают края, чтобы придать правильную форму. Затем при помощи компрессора ямы осушают и выдувают из нее мусор, после заливают смесью. 20 февраля работы велись на улице Дачной в районе пересечения Стухачевского. Литой асфальтобетонной смесью яму заделывают ночью, когда движение не столь интенсивное. Чтобы смесь застыла, нужно 15-20 минут. В течение этого времени двигаться по взятой в ремонт локации нельзя. Специалисты отмечают, что аварийный ямочный ремонт – это первый вид сезонного ремонта. Температуру литого асфальтобетона может достигать 250 градусов, то есть превышает температуру стандартной смеси. Преимуществом при работе с таким материалом является то, что вся жидкость из заливаемой вывоины выпаривается. Температура самой смеси позволяет ее использовать в данных погодных условиях, на учетом того, чтобы не было сырым основанием. Оно непосредственно само разогревает покрытие, сходя из своей температуры, и обладает достаточно нагрязью, чтобы продержаться в течение гарантийного срока. На протяжении всего процесса за работой ведется строгий контроль. В первую очередь за составом самой смеси, которая выпускается в заводских условиях и подвергается лабораторным исследованиям. Все должно соответствовать ГОСТу. Кроме того, берутся пробы из кохера, работающего по принципу термосбункера. В этой установке поддерживается температура смеси. На местах ремонта также следят за качеством и объемом работ, делают выводы о возможности их приемки. В настоящее время на улице Самары направлено 4 кохера. При необходимости в план работы вносятся коррективы, ведь в случае перепадов температур асфальт разрушается быстрее, и яма может появиться там, где вчера ее еще не было. Данный вид ремонта – это лишь поддерживающая мера. Когда сойдет снег и установятся положительные температуры, на дорогах областного центра начнется основной ремонт. Их будут приводить в порядок методом карт с применением горячего асфальтобетона. В том числе масштабное обновление будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Клешаков. События.